Нужна ли какая-то помощь? Этот вопрос глава округа Дмитрий Акулов задал всем пострадавшим в результате взрыва, который находится на лечении в районной больнице. Вместе с наместником Троица Сергиевой Лавры, епископом Фомой и прокурором города Александром Дороняевым, Дмитрий Акулов прошел по палатам. Трое пострадавших в реанимации, остальные находятся в хирургическом и травматологическом отделениях районной больницы. Многих наблюдает заведующий травматологическим центром районной больницы, доктор медицинских наук Андрей Павлов. Мы ему повторили КТ, сделали компьютерную томографию, и я думаю, что он умиловал. Но шея и ведра подтвердилась? Нет. Ногу поднимает? Поднимите ногу. Ну, до конца нет. Если нет, то в течение трех дней мы его завтра готовы взять в операцию. В четверг утром госпитализированных было 13 человек. Сейчас меньше. Люди идут на поправку. Врачи выписывают их домой. Понимаем, что уже, в принципе, ребята идут на поправку. И те, кто находятся в ближайшие дни, уже вернутся в уютные домашние стены. Пожелали здоровья. Спросили про необходимость, чем поддержать, помочь, что нужно отреагировать на какие-то сигналы, просьбы и так далее. В принципе, в начнемся в момент запросов не было. Но, тем не менее, мы будем с ребятами на связи. Епископ Сергею Посадский Дмитровский Фома передал пациентам подарки из строицы Сергиевой Лавры и пожелал всем скорейшего выздоровления. Дай Бог вам наискорейшее выздоровление. Спасибо. Наискорейшее выздоровление. Я, прежде всего, хочу поблагодарить весь медицинский состав районной больницы города Сергию Посаду в лице Олега Викторовича Дмитриева за ту действительно особую любовь и особое жертвенное служение, проявленное всем пострадавшим в этом событии, страшном событии, которое, несомненно, потрясло весь наш город. Во всех храмах Сергиевой Посадской епархии, во всех храмах Троицы Сергиевой Лавры ежедневно совершаются сугубы молитвы о всех пострадавших, в коих мы и спрашиваем у Бога наискорейшего выздоровления. А те, кто перешли в мир иной, трагически скончалось, мы, конечно же, молимся о их упокоении и верим и надеемся, что Господь по их трудам, за их мучения, простит им все согрешения, вольные и невольные. Наместник Троицы Сергиевой Лавры сообщил, что намерен провести панихиду по погибшим на месте взрыва после того, как там будут завершены поисково-спасательные работы. Татьяна Колганова, Евгений Николаева, Сергей Кошайкин. Программа «События».